В храме Рождества Пресвятой Богородицы иконостас заказали из фарфора. Два года назад мастер резьбы по фарфору Антон Петров впервые оказался в республике. Тогда и было запланировано обновить иконостас. Сначала придумался очень большой иконостас. Отецеков хотел до самого верха. Потом как-то всё в свою форму обрело. В таком виде, в каком он сейчас есть. Мы потихонечку будем делать. Вы, наверное, если будете снимать, посмотрите. Поскольку мы давно этим занимаемся в Москве, иконы делаем, иконостас, вы знаете, сделают в Сербии. То есть уже какие-то наработки есть, поэтому не просто с чистого листа я решил и начал это делать. У Антона Перова в Москве мастерская фарфора, где он работает со своей супругой. Каждый кусочек мозаики был привезён из Москвы. Задумка обновить иконостас в нашем храме пришла отцу Якову. Он же нам и сообщил, что второй такой иконостас в настоящее время есть только в Сербии. Уникальный и единственный на всю Осетию иконостас из фарфора полностью ручной работы теперь украшает храм Рождества Пресвятой Богородицы. Сцена последней трапезы Иисуса Христа со своими учениками «Тайная вечеря» расположилась над алтарными дверями. Справа изображение Иисуса Христа, а слева лик Пресвятой Богородицы с младенцем. Отныне это главный архитектурный и смысловой элемент интерьера храма. Работы в храме ещё продолжатся. Ориентировочно полный рисунок иконостаса мы сможем увидеть весной 2018 года. Марьяна Чочиева, Заур Устаев. Информационный выпуск сегодня.